Резерв Тайм 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 Ну и SF будет наверняка у нас с Меккой от Дэнди. Поэтому пик, в принципе, живучий. Можно было бы взять тоже толстоватого какого-то керри. Акса у нас нет ни в пике, ни в бане. Взять акса керри для... Ну, хотя я не уверен, что хвост у нас на аксе смог бы отыграть. Ну, у меня Слардар в голове крутится. Больше так, в принципе, ничего придумать я не могу. Хотя есть Рейс Кинг. Всегда есть Рейс Кинг. Никогда не надо о нем забывать. Тоже может, в принципе, по живучести здесь каждого перебить, переубивать. Разор для команды Натус Винсер. Дэнди забирает себе SF. Хвост моментально пикает Разора. Артстайл будет играть на Undying. Бэтрайдер в сложную отправляется благодаря Фаннику. И Санейка будет играть на Дизрапторе. Со стороны команды Хелл Рейсерс. Гаддэм берет Шейкера. Гаддэм. Это вот теперь было междометие. Это восклицание от меня. Почему не Дрэд? Что пошло не так? И почему Дрэд у нас не на Шейкере? Почему Дрэд у нас играет на Умни Найти? Дрэд, тем не менее, играет на Умни Найти. Афонин же забирает себе Медузу на Мидлейн. Горец берет Найт Сталкера, как я понимаю, в Харду. Гаддэм на Шейкере. Неужели Гаддэм отправится в Хардлейн? Они что, поменялись местами и пересели просто за компы друг друга? Или как это иначе называется? Не понимаю вообще. Вообще не понимаю Доту. Зачем я взялся комментировать этот сложный вид киберспорта? Гаддэм взял у нас Шейкера. Дрэд будет играть на Умни Найти. Артез будет играть на Квапе. И Афонин же будет играть на Медузе. Ну и Саппорт. Еще один. Кто тут? Это Горец на Найт Сталкере. Со стороны команды Нату Свинцер. Хвост будет играть на Розория. Артстайл забирает себе Андайинга. Уже не в первый раз Дизраптор будет играть... На Дизрапторе, точнее, будет играть Санейка. Дэнди забирает себе СФа. И в сложную отправляется Фаник на Бэтрайтере. Никаких вопросов по команде Нату Свинцер у меня нет. А вот по команде ХР очень много вопросов. Почему не свапнулись? Почему одно до второе? Артстайл уже пошел Дикей по двоим. Артстайл оцепляют. Хвост через Плазмофилд. Надамажил неплохо команду ХР. На Лоу ХП Артстайл. Артез дальше за ним. Фёстблат для команды ХР. Артез забирает первый фраг и убивает Артстайла. И хвост на Лоу ХП здесь. Через Войт его засловили и будут дальше гнать. Мистик Снейк пошел по двоим. Ну и здесь Кинетик Филд спасает в принципе хвоста. Хвост быстрее проедает деревья и убегает на свой Т1 по нижнему лайну. Имеется здесь Вижен от команды ХР. Они в принципе знают, что хвост где-то рядом. Хвоста можно попытаться задамажить. Но Разор не такой в принципе тут серьезный боец. Не такой Рэмбо, чтобы не уйти у нас на фонтан похилиться. Короче говоря, хвосту обломали весь кайф на ранних левелах. Хвост у нас в итоге не фармит, не получает левел. Просто уходит на фонтан, потом прилетит на ТП. Дэнди в мидлейне против Медузы. У Дэнди ситуация вообще непростая. Медуза, во-первых, сама по себе хороша. Во-вторых, играет на ней Афониджи. В-третьих, забрали ФБ игроки команды ХР. Еще и Санэйка здесь гоняют на сложной линии. Кинетик Филд поставил у нас Санэйка. Арт Стайл пошел дальше за Артесом. У Артеса есть Блинк, но он будет относительно нескоро Арт Стайл. Дальше за Гадемом. Просто ходить и бить. У Андайинга два Дикея уже имеется. ХП нормальный. Показатель 720. Ну и наконец-то хвост приходит у нас на нижний лайн. На топ-лейне Фанник стоит против Даблы. Горец у нас вместе с Дредом. И Горец у нас фармит. Это фармящий Найт Сталкер. Это уже хорошо. Найт Сталкеры, которые саппортят, от них немножко поташнивает уже. Найт Сталкер будет фармить. Дредд будет саппортить. Почему Дредд не взял Шейкера, у меня вопрос. Почему Гадемом отправился у нас на Шейкере в харду? При том, что у Дредда все великолепно получается. Ну, не знаю. Может быть, ХР поплатятся за это. А может быть и команда Натус Винцер не вывезет данную комбинацию. Дэнди на мид-лейне против Афониджи. 6 на 3 идет. Мид-лейн от команды Хелл Рейзерс. СФ идет 9 на 4. Фанник решил здесь подамажить Горца немножко. И получается у него... Кстати, Шейкера у нас забрали на нижнем лине. Вот вам и пожалуйста. Вот вам и Гадем. А где забрали-то? Забрали его на нижней руне. Артстайл вместе с Санейко забрали Шейкера. И счет становится 1-1. Нави потихоньку выравнивают свое положение. По экономике, по золоту. В ноль, в принципе, ушли команды. По экспириенсу пока что Нави в плюсе. 300 в их пользу. Разор. От Хвоста пока что ничего, кроме Плазма Филда, не качает. Ну, я не вижу, чтобы у нас, по-моему, ничего не прокачал у нас Разор. Просто плюс 1 есть. Ну, вот плюс 1 у нас в пассивку для Разора уходит. Дэнди против Афонежи. Через Кайлы кое-как пытается продамажить Медузу. Это не так просто. Уже в 2 в качен мана шилд. Здесь в 2 Мистик Снэйк. Афонежи по мане не сильно проседает. Сейчас еще и Аквила прилетит у нас для миндера команды ХР. Я думаю, что пора бы Лев. Называется у нас курьер команды ХР. Владелец большой молодец. Лучше бы я этого не видел. Артстайл перемещается на топ-лейн. Помочь Фаннику. Горец начинает давить у нас Фанника. Бэтрайдер здесь фаерфлаем. Артстайл ставит Тамбу. Дальше по Горцу Дредд на лоу-хп здесь. Под репелом Дредд, но Дредд далеко не должен уходить. Фессура офигенная вообще от Гадема. Вот почему Гадема у нас играет на шейкере. Дальше Артстайл за Гадемом. И Медуза, и Мумии ползут, и все ползут. Дикей еще один от Андаинга. И Сол Рип тоже от Артстайла. В итоге один фраг Нави сделали. На топ-лейне. Ну что, Горец продолжает дальше у нас набить команду Натус Винсер. Вгрезается здесь Фанника, но и Дредд как нельзя вовремя. Артстайл поздновато пришел. У Артстайла уже 5 Дикеев. Куча стаков на нем, куча ХП. Правда, маны вообще нет для Артстайла. Лучше отсюда уходить. Хвост на нижнем лайне. 550 на руках. Есть Тапок, есть Стринг оф Базилус. И необходимо Хвосту еще в Рейсбэн приобрести. Артес здесь по ХП проседает. Хвост не слезет у нас с Квапы. Санейка закрывает через Фессуру. И, скорее всего, заберут здесь саппорта команды Натус Винсер. Афониджи на лоу ХП. Полетел Глеб Башер. Фанник дальше за Афониджи. Еще один удар, и Афониджи должен умирать. Фанник очень удачно ворвался на мидлейн. Опять же, он под Транквилом. И у него мувспид достаточно большой. 350 у него. И 290 для Медузы. Конечно, куда и деваться вообще. Еще несколько стаков напалмов. Короче говоря, Медузу развалили. В итоге команда Натус Винсер выходит вперед. 3-2 счет. Нави по золоту 1000. По экспириенсу 600. Тоже в пользу команды Натус Винсер. Андайнг на Горца и на Дреда. И Артстайл проседает по ХП. Фанник уже здесь. Есть лассо у нас у Фаника. Надо засловить хотя бы Дреда. Ну, а не по Т1. Они не будут здесь особенно проседать по Хеллспоинтам. Да и Артстайл вместе с Фанником вряд ли пойдет дальше. На Андайнге, конечно, Артстайл играет великолепно. Я смотрел в свое время, как играл Артстайл на Некрофосе. Это было тоже хорошо. Так, Артстайл проседает по ХП от Горца. У Артстайла Дикий будет аж через 8 секунд. Дреда могут развалить. Дреда убивают. И Андайнг забирает этот фраг. В итоге Горец забирает еще и Найт Сталкера. 3 стака на Горце. 3 стака на Палмов. И Гадем выходит у нас в бок Глеб Башару. Фаника остановили. У Фаника заканчивается. Файерфлай должны забирать Бэтрайдера. 4-4. Даблкил для Горца. Где там еще файты? Нет больше ничего нигде. Только на топ-лейне у нас происходит экшен. Ну что, Дэнди против Афониджи на мид-лейне. Пока что по фарму относительно ровно. Все, правда, у Дэнди все великолепно. Да, куда там ровно. Афониджи у нас терпит. И терпит очень ощутимо. У Дэнди. Дэнди 38 на 13. В это время у Афониджи 21 на 3. Там забрали у нас Андайинга опять на топ-лейне. И Горец уже килинг спри. Как так против Артстайла играет Найт Сталкер Керри? Как это вообще возможно? Как допустили? Кто допустил? Почему Артстайл у нас играет на каком-то несчастном Андайинге, а Горец у нас гоняет на Найт Сталкере? Это, по-моему, вообще вне закона. Не только доты, но это юридически и морально вообще недопустимая вещь. У Розора пока что есть ПТ, есть базилка. Ну и до сих пор себе Транквилы не приобретает хвост. Где это? Это для Дэнди у нас. В Курьере летит Гловс оф Хейст. У Дэнди уже появляется ПТ на данный момент. У Бэтрайдера есть Транквилы и Фаник готовится выйти у нас в Даггер. В принципе на стакали неплохо, а вот сейчас для Фаника может быть привет от Горца и от Гадема. Не видят? Или видят? Или должны увидеть? В любом случае должны увидеть и Фаник должен увидеть. Лучше ему отсюда уйти как можно дальше. Фаник забирает здесь крипов. Горец вместе с Гадемом еще кое-что настилили. У Фаника нет Даггера и ворваться в даблу команды ХР не получится. А вот Дэнди будет с Горцом бодаться здесь. Под Сайленсом Дэнди. Горец убегает у нас к Рошану. Глимс назад. Кинетик Филд поставили. Горец на лоу ХП. Еще и под Том Соном стоит у нас Горец. В итоге Арт Стайл забирает данного героя. Артес уже здесь. И три игрока команды Натус Винсер здесь под тамбой похоронены. Вышли, думали все хорошо. Нет, вообще ничего хорошего здесь не вижу для команды Натус Винсер. 5-8 счет на данный момент. И Фаника будут цеплять. У Афониджи уже есть Стоунгейз. Правда, Фаник сам развернулся и ушел отсюда. И это, скорее всего, правильный мув. По золоту ХР уже выигрывают полторы тысячи. По Экспириенсу они выигрывают две тысячи. У Дэнди уже есть Аквила. Есть ПТ. У Афониджи в это время уже есть Фейсбутцы, Рейсбенд и Боттл для Медузы также имеется. На нижнем лане Хвост продолжает ковыряться с Артесом. У Хвоста на данный момент 618 по Галде. Есть Пауэртретс, есть Аквила. Совсем чуть-чуть осталось разору до каких-то серьезных артефактов. Но пока Хвост ничего себе не приобретает. Ну, и так неплохо остается на лане. Горец за деревом спрятался здесь. Гаддем здесь. И Фиссура сейчас придет от Гаддема. Хвоста можно и зацепить. Глимцует у нас Артеса. Артес улетает поближе к собственному Т1. Ну и вот она Артстайл. И вот Кинетик Филд. И Хвост на Лоу ХП. Горец должен доковырять здесь Хвоста. Нет, Хвост выживает, а вот Горец вряд ли отсюда уйдет. Еще один Дикей и Хвост... Ой, Горец просто развалится. Санейка забирает данный фраг. Артстайл дальше за Артесом. Гаддем Фиссура. Но это такая Фиссура несчастья. Ну что, Артстайл в итоге нормально так набыковал. И засейвил своего тиммейта. Хвост там на Лоу ХП. Нормально отстрелялся. Смог задамажить все, что было необходимо. Ну и, конечно же, команда Натус Винцер в данном файте поднялась по золоту. Проигрывали полторы. Сейчас где-то до тысячи скатится преимущество команды ХР по экспириенсу с двух с копейками до 1400. Ну что, ХР немножко теряют свое преимущество. Но самое важное для команды Натус Винцер это то, что Undying пока что отлично вписывается в строту. Опять же, это строта вместе с Дисраптором. Не столько с Шадоу Финдом, а больше, конечно, с Дисраптором. Потому что Томп Стоун и все подходят его бить. И там Статик Шторм под этот Томп Стоун и туда же Кенетик Филд. И стойте дальше тамбу ковырять и пока не умрете. Поэтому команде ХР надо прекратить вообще реагировать на Томп Стоун. И как-то стараться действовать вне данной концепции. У Хвоста уже есть Баклер. Практически готова Хедреска. Совсем немножко осталось. А может и не осталось. Нет, у Хвоста немного осталось до Хедрески. Ну и через Авиавзу Сторм начинает у нас Хвост фармить Лиса. Удивительное рядом. Разор через Ульт фармит Крипов в Лису. Такое тоже может быть, когда тебе на линии валяют очень плотно. Хвосту надо что-то делать, надо как-то исправлять ситуацию. Хотя по фарму, опять же, по Крипстату он на втором месте. По Нетворцу Хвост аж на четвертом месте. Это мейнкерри команды Нави. Он проигрывает сразу трем игрокам на карте. А Фониджи на мидлейне. Горцу на легкой линии от команды ХР и мидлейнеру из своей команды Дэнди на эсэфе. У Дэнди до Яула остается... У Дэнди до Яула совсем ничего. А нет, не ничего. Дэнди еще до Яула собирать и собирать. Дэнди еще необходимый рецепт приобрести и доводит Стоуна в кучу денег. Фармит. Фармит Дэнди. Не все так гладко, как хотелось бы. Нави первую игру вообще дичайшим образом разорвали команду Хелл Рейзерс. Вторую вроде тоже неплохо начали, но в итоге слились. И там ХР благодаря Дредду на шейкере забожили. А теперь у Нави вообще ничего гладкого не происходит. Да, они вроде как выигрывают. Ну что, у Глеба появляется Даггер и должны разваливать Афониджи. Статик Шторм под ноги, Кинетик Филд и первое использование Даггера у нас в полевых условиях. Развалили в итоге Афониджи. Арт Стайл в ульте. Ковыряет Тауэр. Т1 Нави забирают. Можно попробовать и на Т2 выйти. А Глиф не очень-то удачно провязали. А нет, удачно. Все-таки удачно, да. Я думал, что Глиф провязали уже после падения Т1 игроки команды ХР. Дэнди под ДД. Ему вообще плевать. Он просто стоит и пилит Т2 на мидлейне. В это время падает Т1 от команды Натус Винсер. ХР забирают его и забирает его Найт Сталкер. Горит в скором времени превратиться в Арт Стайла вообще. Нави перемещается на топ-лейн. Т1 здесь еще стоит и практически нетронутый хвост. Афониджи продамажил просто через Плазмофилд. Кстати, Клинк уже в 2, пассивка тоже в 2. Но Нави готовы давить. Ни Чен так Undying. Почему бы нет? Первые две игры отыграл у нас Арт Стайл на Чене. Теперь умудряется Пуш организовать благодаря Undying, благодаря Томп Стоуну. Смоук на отходе. Значит, развернемся и будем бить. Горца увидели. Кинетик Филд под Горца. Горец выбегает из Кинетик Филда. Остатик Шторм пошел от Санейка. Дэнди на лоу ХП. Развалили. В итоге Дэнди развалили Омни Найт. Адрэд в таверне. Дэнди в таверне. Эхо Слэм от Шейкера. Квапа в таверну. Шейкер в таверну. Горец на лоу ХП. Хвост дамажит просто как дурной. Ну и Афониджи тоже в таверну. И на 14-й минуте, 17-й секунде Тим Вайп от команды НАТУ Свинцер. Теперь можно идти и валить Т1 на топ лейне. Никто мешать не будет. По итогам этого файта 2000 по золоту Нави зарабатывают. По XP 4,5. Потеряли только СФ. А да, неприятно. Да, это Дэнди. Да, он фармил за всю команду. У него наибольший Нетворс на карте. Но, тем не менее, минус 5 сделали команда НАТУ Свинцер. А значит, можно немножко попраздновать. Посмотрим, что там по золоту. Ну, сразу три игрока команды Нави у нас в топе. Первые три места занимают. И Атгорца тоже, в принципе, уже даже фаник отрывается на 400 по голде. Квапа, которая стояла на миде против СФ, всего лишь 4300 имеет Нетворс. А нет, там Афониджи стоял, да. Афониджи вообще 4200 имеет. О чем говорить? Лучше бы Квапа стояла. Афониджи пока без серьезных артефактов. Только фейсбуцы, рингов, аквила. Ну и постепенный выход в Яшу. Но это не близкий свет вообще для Медузы. Все-таки 1-3 идет мидер команды Хеллрайзерс. Дэнди у нас умер. Дэнди 1-2 идет. Ну, у Дэнди хотя бы Нетворс приличный. Хотя Дэнди, кстати, до сих пор у нас без... Все, забираю свои слова обратно. Дэнди уже должен в Курьере лететь. Юлл. Еще и 350 сверху. Давайте по артефактам пробежимся. Медузу мы с вами видели. Помимо всего, Бэнд оф Ловенскин появляется. Для нее у Омни Найта. Есть поинт-бустер. Дредд готовится выйти в Аганим. Квапа у нас без ничего. У него ПТ, нул-талисман, Боттл и 2000 на руках для Артеса. У Шейкера до Даггера еще триллион вообще золота. Субсот-19 только на руках у Гадема. Есть Солринг и есть Транквилы. У Найт Сталкера. Пойнт-бустер и Стапфов и Задри. Горец готовится выйти в Аганим. Кстати, Нави готовы биться за Т1. Никто ничего отдавать не собирается. Ну и все. Плавно переходим к команде Натус Винсер. У Розора уже есть Мека, есть Пойнт-бустер. Хвост готовится выйти у нас в Аганим. У Андайинга есть Виталити-бустер. Больше пока ничего. И тут у меня вопрос, что будет собирать Артстайл. То ли это будет... То ли это будет... Ну вряд ли это может быть Ротов Атос. Думаю, лишний. Не вообще для Андайинга, а вот собрать Вангвард, а потом превратить его в Кримзонгвард, пожалуй, что можно. Ну и Пайп от Андайинга тоже будет не лишним. Со стороны Дизраптора здесь уже есть Урн оф Шадоуз, Бутс оф Спид. У Бэтрайдера есть Форс Став. Аник также давным-давно уже собрал себе Даггер и Транквилы. Ну и Дэнди с Юлом, с Рингофа Квиллой и Пауэр Трэдс для СФа. На мидлейн выходит команда Нантос Винсер. Вся команда ХР на нижнем лане. Почему вы здесь, непонятно. Кого здесь ждут ХР, тоже не ясно. В итоге Крипов быстренько разносит команда на Нави и готовы драться. Тут и под Тамбой можно по чужим драться Тауэром. Артес в это время фармит Крипов в чужом лесу. Горец тоже пошел в соседнюю кабинку фармить Крипов. А тут Т2 горит. А тут Горец фармит Крипов. А тут горит Т2. А тут Горец фармит Крипов. А тут догорает Т2. А Горец Крипов еще не выформил. Это что, шутка? Это как, как, как это вообще делается так? Ну что, Нави готовы выйти на Рошана. А Горец у нас отправляется на Т2 только на топ-лейне. Правда, на мидлейне свалился Т2. В Нави отправляются на Роху. 12-9. Но не хотят ХР играть, пускай. 3000 по золоту Нави выигрывают сейчас. По экспириенсу где-то 3 тоже в их пользу. К Рошану никто из команды ХР не подходит. Даже и в мыслях у них такого нет. Ребята убили только что Т2. И неужели они пойдут на Рошана? Это же нелепость. Но эту нелепость команда Натус Винца реализует сейчас в Аэгис на, допустим, хвосте. А что потом с ним делать, будет непонятно. Ну и Дэнди готов тоже у нас забрать Аэгис. Или Артстайл. По возрасту, по паспорту вообще. Нет, СФ в итоге у нас забирает Аэгис. Хвост и так вполне себе живучий. Мека на нем есть. Дефа достаточно. 15 хп тоже. Если ПТ переключить на силу, многовато. Поэтому Разору ничего не достается. У Артеса появляется Ultimate Orb. Я очень надеюсь, что Квапа выходит в Хекс. Потому что контролить здесь есть кого. Если его не контролить, я говорю о Разоре и о БСФе, то они законтролят всю команду ХР вообще без вопросов. По фарму дальше то же самое, что и было до этого. Три героя команды Нави у нас занимают три первые позиции. Дальше идет Афониджи, Горец и Артес. Артес, который обычно исполняет роль мейнкерри. Команды Hellraiser сейчас по фарму аж на шестом месте. Печально ли это? Мне фиолетово вообще. Но вот команде ХР есть, наверное, над чем задуматься. Ну что, у нас файт. Горец выбегает из Кинетик Филда. Его это не сильно спасает. Настигла вражеская пуля. Дезраптор забирает у нас керри Баланара. Артстайл, ой, Артстайл. Я уже Баланара Артстайлом стал называть по старой памяти. По старой доброй, к счастью, памяти. Нет, Артстайл у нас играет на Undying'е теперь. А вот Найт Сталкера забирает Дезраптор в данном файте. Настреляли как только могли. Т2 от команды... Команды Hellraiser спадает. Это Т2 на нижнем лане. Еще есть один на топе. Нави могут смело туда переходить. У команды ХР как будто фобия по вопросам защиты своих Т2. В это время Горец не удивляет... А, нет, Горец был бы в таверне. Не был бы в таверне, стоял бы вот этот спот крипов, наверное, фармил. Потому что, ну, как-то так повелось уже. Да, Горец немножко необдуманное решение принимает. В принципе, классическая схема оффлейн для него закончилась. Теперь либо Дредд у нас на оффлейне, либо Гаддем. А, вот. И Горец не совсем себя находит. Тут не флеймлю я просто... Ну, это видно. Это просто становится понятно в итоге. У Розора уже есть поинт-бустер. Есть Огр Клаб. Лежит для хвоста Блейд оф Лакрити. Остается всего лишь 900 насобирать хвосту. Что, Курьер? Я только что тебя чекал. Не было никаких стаффов визадри. Что за... Что? Хвост в итоге у нас зарабатывает Аганим на 21-й минуте. Есть у него Мека, есть у него ПТ, есть Аквила. Хвост себя чувствует великолепно. Он на втором месте по фарму. Отсоет всего лишь на 1000 от Денди. У Денди ничего вроде бы и серьезного. А с другой стороны, у Денди все слишком серьезно, чтобы команда Хер могла выживать. Блэк Кинг Бар имеется. Еул есть дэмэдж из руки и без того будет для Денди. То есть артефакты на дэмэдж СФу давным-давно уже не собирают. У нас профессиональная дота поняла, что можно и без дэмэджа оставить СФа. Там максимум скади решит все вопросы. Никаких дезоляторов, никаких дейдалосов, никаких сатаников. Просто СФ бьет с руки и долго живет. Но здесь сложно не жить долго. Во-первых, Хардстайл с Сол Рипом. Во-вторых, Хвост давным-давно с Меккой. Поэтому СФа здесь выхиляет на 5 с плюсом. Херы на Т2 по нижнему лайну. Интересно, кто-то фармит здесь крипов? Нет, никто не фармит крипов. Нави почему-то идут дефать собственный Т2. Неужели дота стала настолько нелепой, что игроки дефают собственные товара? Зачем, если можно фармить в лесу? Хвост, быстрее бежать отсюда. Ой, Херы, подслушали мой стрим. Дальше за хвостом Горец под... Как это фигня называется? Под репелом от Омника. Хвоста ловят, хвост под Сайленсом. Выталкивают его от Эхо Слэма. Летит здесь один из ударов Эхо Слэма по хвосту. Хвост готов драться. Статиклинг можно через репел. Втащить. Но здесь Афони же встречает хвоста. Хвост. Поворот не туда. У Гадем офисора через секунду. Шекер забирает у нас мейн-керри команды НАТО Свинцев. Т2 продолжает стоять от команды ХР. Свой нави тоже отдефали. По золоту нави 4000 выигрывает, по экспириенсу 5000, но графики поползли вниз в пользу команды Хеллрайзерс. Квапа по-прежнему с Ultimate Arbomb. Две сто есть на руках у Артеса. Больше пока ничего не приобретается. От Санейка. На Дезерапторе уже есть Юлл. Есть гем. Не удивлюсь, если это гем Артстайла. Ну-ка, покажите. Нет, не показывает. Наверное, гем Санейка все-таки. Урна в Шадоуз для Дезераптора есть. У Фаника. У Фаника. После Форстафа появляется еще и Огрклаб. Готовится выйти в БКБ. Фаник у Артстайла есть уже Кримзон Гуард. То, что я там ему пророчил у Дэнди. Полторы тысячи после Юла и БКБ. Гадем. Врывается у нас под Дэнди. И тут, кстати, Шторм под ноги. Гадем на лоу ХП. Стоунгейз пошел от Афониджи. Дэнди в БЛЭК кин в баре. И плевал он вообще на Стоунгейз. Нет, постоял немножко. Глимсует назад Афониджи. Должны забирать. Кинадик Филде застряет у нас Медуза. В итоге Медузу развалили. Дредд на лоу ХП. Дредда убивают. Три в ноль дерется Нави. И дальше переть на хайграунд. Это стиль Нави. Все фуловые. У всех все есть. Ульты проюзаны. Можно идти. У хвоста есть непроюзанный ульт. Есть Аганим. И Тауэр начинает проседать. Горец. На артстайла. Кримзон Гуартер стайл проюзал. И можно валить, в принципе, всю линию. А потом можно и на мидлейн переместиться. Нет еще 29 секунд у нас Афониджи. И не будет. Он не выкупается. Потому что нет байбэка. Начинает гореть Барак. Милишный Барак пилит команда НАТО Свинсер. И успевает его добить. То же самое, скорее всего, будет с рейнджевым. Пока что втроем, вдвоем. Хэры не отобьются. Но хвост никуда не уходит. Барак решил допилить. Да, Барак убивает хвост. И под Вайдом отсюда уходит. В итоге ошибка команды Хеллрейзерс была в том, что они начали данный гранд-финал. Нет. Ошибка команды Хеллрейзерс была в том, что они слились здесь под Т2. Когда у них еще есть целая сторона. А потом минус 3, когда сделали Нави. Можно было очень просто идти против двоих в пятером. Ломать сторону. У них все получилось. И сейчас Нави чуть-чуть по таймингу не повезло. Могли бы здесь еще и Року. Если бы на минуту позже приходили. Могли бы и Рошайна забрать себе. Нави в итоге по фарму 7500. Выигрывают по золоту. И по экспириенсу 7500 тоже в пользу коллектива НАТО Свинсер. Дэнди на топ-лейн. Т2 горит. Дэнди готов его и в соло ковырять. Опять же, недалеко арт-стайл. Недалеко здесь Фанник. Фанник ждет, кто же здесь появится на лоу-граунде. У Фаника есть вижен. Он готов свой вижен реализовать у нас в серьезный фраг. Внешних товаров у команды Хэр нет. Нижнего лайна у команды Хэр нет. Поэтому можно врываться на вям куда вообще угодно. Ну что, Фанника видят. Фанник пингует по нему. Фанник, собственно, здесь вне зоны досягаемости. ХП у него достаточно. Умирать сразу не должен. Форстаф тоже имеется. Хвост выходит на Тауэр. Айгиса нет у команды НАТО Свинсер. В бок заходит команда Хэр и сразу же назад. Арт-стайл без ульты. Томп-стоун где? Томп-стоун на хай-граунде. Подарили его Афонидже. Горец под смоком. Артес под смоком. Горца увидели. Кстати, клинк от хвоста. Где это все? Эхо-слэм по Треймо Гадемо. Санейка на ло-хп. Артес туда задывает еще и Соник Вейв. Хвост под Кримзон Гвардом. Дэнди готов разультиться. Вдвоем остались хвосты Дэнди. И будет лишь маленькое чудо Дота. Нет, не будет. Дэнди у нас убегает. Недалеко Дэнди убежит. Хотя Артеса может развалить. Еще один удар, Артес умирает. Дэнди у нас убивает Артеса. Хоста для Дэнди. И может убежать Дэнди. Фиссура по нему. Все, развалили Дэнди. 4 в 1 подрались игроки команды Натус Винсер. Не зашли на хайграунд. В итоге. Eye of the Storm. Хвоста провязали в никуда. И хвост единственный, кто живой остался. Хэры очень круто огрызнулись в данный момент. По золоту 3. С 1333 зарабатывает Хэр. По экспириенсу 6900 для них. Ну и что? На графике посмотрим. По экспириенсу 8000 до 3. По золоту с 10 до 7500. Ой-ой-ой. Тут команды Хэр просто в тренд выводят крутого шейкера. Раньше это был Йоку от Эмпайр. Теперь Гадем и Дредд от команды Хэллрейзер. Ну и Нави. Просто как школьники. Как будто не читали, я не знаю, учебник по доте за второй класс. Собрались вместе дружно в кучку. И ждали, когда туда на голову прилетит шейкер. Давным-давно было ясно, что у шейкера есть даггер. Давным-давно, когда Нави начинали играть в доту, они знали, что у шейкера есть такой скилл, как Эхо Слэм. И почему можно на отходе собираться вместе, я не понимаю. Кто вообще позволил. Ну, ошибка просто детская. Правда, ошибка невероятно простая и нелепая. Даже обвинять в этом Нави не стоит. Где-то что-то просто затупили. Иначе и не скажешь. Ну, хвост выходит у нас на Роху, а Роху-то бить и нечем. Дэнди разве что может благодаря своей пассивке Рохе хоть что-то сделать. А так у Нави ни одного героя, который соло пилил бы Роху, нет. Ни у кого нет от Хила, от Жора. Ни у кого нет никакого вампирика. Собственно, Нави в данном пике не рошановский коллектив. Двадцать девять минут прошло. Шесть тысяч по золоту на Тусвинсер. По Экспе две пятьсот тоже в пользу Нави. У хвоста до БКБ еще тысяча. Для Дэнди появляется Пойнт Бустер. Два алтимейта-рба у СФа уже есть. Ну и здесь можно Орпов Вином приобрести. Вот, собственно, и он. У Дэнди уже есть Афзэскаде. На тридцатой минуте не так уж и много, но с другой стороны не так уж и мало. Дэнди по фарму по-прежнему на первом месте. Пятнадцать триста. Со стороны команды Хеллрейзер Сафониджи десять пятьсот. И при этом команда Хеллрейзер Саффониджи десять пятьсот. Хвост должен увидеть Горца. Увидели Горца, увидели Артеса. Ну и Ашеров выдавили от Рошана. Роха, в принципе, почти фуловый стоит. Фанник под Файерфлайем уже готовился примерно ворваться в кого-то из команды ХР. В итоге никого не увидели и Файерфлай заканчивается. С хайграунда спускаются ХР. Нави уже относительно далеко. Ну что, будет ли врыв? Горец провязал ульту. За Артстайлом. Артстайла видят. Гадем относительно далеко. Фиссура пошла по Фаннику. Фаника разваливают через Соник Вейв Артеса. Только одного потеряли Нави. Можно файтиться. Артстайл, где Тамба? Тамба ставится прямо в кучу команды ХР. Хили через Солл Рип Тамбу. Статик Шторм под ноги. Гвардиан Энджел пошел от Дреда. Дреда не зацепили. Томб Сон продолжает стоять. И ульт от Гадема. И минус 3 для команды Хелл Рейзер. Хвоста тоже должны здесь допиливать. Хвост убегает у нас через кусты. На лоу ХП. Мекки у хвоста нет. Минус 4 делает ХР. И можно идти сносить Т2. Да, все очень сильно биты. Но, с другой стороны, все очень довольны тем, что случилось. СФ у нас в итоге оказывается на топ-лейне. Почему? Не знаю. Не буду отвечать. Это Дэнди наплужил. Я вообще ни при чем. Дэнди почему-то у нас оказался вне файта. Там стоял Статик Шторм. Там был Кенетик Филд. Там была Тамба, которую все пилили. Где был Дэнди? Дэнди в это время фармил топ-лейн. Сомнительная, конечно, перспектива. Выигрывать файты. И выигрывать вообще игры. Таким вот стилем игры. Ну, Фанник полетел дальше за Гадемом. Пытается его поймать. Форста в себя вперед. Есть лассо на Гадема. Артес врывается в Фанника. Фанник под БКБ. Не увез за собой Гадема. В итоге никого не надамажили. Потратили ульт Бэтрайдера. Остались все игроки команды Hellraiser живы. По золоту Нави потеряли уже давным-давно 7500. По экспириенсу с 7500 отправились до 1000 поражения. 8500 отыграли Хэры за последние минут 5. У Горца 3200. Можно собирать башер. Продавай Мэджик Стик. Да, нет, нет. Решай, Горец. Горцу просто нравится куча налички. Собой. Хотя, опять же, можно выйти в Керасу или выйти в Тараску на Эдсталкеру. Переживать здесь есть, что все-таки рассказ тут Нави долгий, длинный. И наличие большого количества ХП будет совсем не лишним. Нави зашли на Рошана. Горец уже произвал ульту. Бежит сюда к Рохе. Фанник взлетает на Клифф. Собирается первую жертву уже вытаскивать. Фанник должен видеть команду Хэр. На Гадема будет ли врыв? Нет, Бэтрайдер у нас в итоге улетает. Роха падает для команды НАТО с Винцер. И Дэнди забирает Аэгис. Санейка рисует на карте простую диагональную полосу идти на Т3 по мидлейну. Нави, в принципе, во все оружие они готовы нападать. Есть Аганим от Разора. Есть у него ульта. Есть Мека. 16 левел разве что не хватает хвосту. У Дэнди 17 левел уже. У Дэнди есть Аэгис. Можно впитывать в себя дэмэдж. Афониджи под репелом. Начинает настреливать. Фанник врывается у нас на Гадема. Гадема. Хаслэм, в принципе, в никуда. Гадема разорвали. Стоунгейз от Афониджи. Все развернулись. Никто с Медузой не хочет разговаривать. Она слишком страшная под Стоунгейзом. И теперь на развороте. По горцу. В Кинетик Филде. Горец. Горец отправляется в таверну. Дэнди на лоу ХП. Но у него есть Аэгис. Афониджи пока не зацепили. БКБ провязал СФ. Отходит у нас на лоу Граунд. Он живет. Хвост через... Через плазма Филд. Половину команды вообще съедает. Дэнди поднимает ветра Медузу. Дэнди здесь умирает. Кстати, у Дэнди-то ульта... Нет, ульта еще 60 секунд не будет для Дэнди. Фанник на лоу ХП. Вся команда Нави живы. Потеряли только Аэгис на Дэнди. Но у Дэнди теперь фулл ХП. Достаточное количество демеджа. Достаточное количество маны. Раскастоваться можно 100%. Ну, правда, нет Requiem of Soul. Но Койлами тоже здесь половину команды можно забрать ХРовской. Ну что, Нави, отходят. Не готовы они заходить на ХГраунд. Пошли фармить, пока перефарм не будет дичайшим. 3000 теряет в данном файте команда ХР. Потому что сделали два байбэка. Это сделал и Горец, и Артес. Ну и забрали у нас Гадема. Нави 2000 в плюс и 4500 по ХП. Короче говоря, для себя очень круто. Нави провели эту драку. 2500 выигрывали по золоту. Теперь до 7500 поднимаются. По Экспириансу проигрывали 1500. Теперь на 3500 впереди. Ну что, самое время посмотреть артефакты. 35-я минута у нас. У Артстайла есть Владмир, есть Кримзон Гвард. У Розора БКБ 10-секундный. Надо, в принципе, теперь рефрешер собирать к хвосту. У Дизраптора Медальон и Аркан Буцы. У СФа все хорошо. Только Мордип Маск еще добавился. У Бэтрайдера есть БКБ. Ну и все. В принципе, мы видели 1100 сверху. Со стороны команды Хелл Рейзерс. Начнем с Найт Сталкера. У него есть Аганимфа из Буцы. Гем появляется для Горца. У Гадема на Шейкере. После Блинк Даггера Форст Став, Солу Ринг и Транквил Буцы. У Квапы есть Линкен Сфера. И Пойнт Бустер готовится Артес выйти у нас в Аганим. Правда, Артес байбекался. И теперь денег у него очень мало. У Дреда есть Аганим. Поэтому Гвардиан Анджел работает на любую вообще часть карты. Где бы кого не поймали. Ну и Медуза. У Медузы два слота уже важных есть. Это Монто Стайл. Это Айов Скади. Ну да, это ФС Буцы и Ринку Факвила. Но это как-то, согласитесь, несерьезно. На 37-й минуте бегать с одним Скади. Здесь точно такой же СФ. Только посерьезнее. 18500 у Дэнди Найтворс. 15300 для Афониджи на Медузе. Нави опять попытаются зайти на хайграунд команды Хеллрайзерс. Первый раз был не самый удачный. Да, хотя, почему не удачный? По золоту они 3000 файти выиграли или даже 5. Хвост. Провязал Айов Зе Шторм и быстрее на хайграунд. Томпстон здесь же. Томпстон надо хилить. Фаник у нас под Файерфлайем. Все в итоге живы с обеих сторон. Ну и Афониджи разваливает у нас в итоге Томпстон. Потеряли Т3. Вытаскивают Горца. Гадэм, Эхо Слэм по двоим. На лоу ХП здесь Дэнди. Летает в ветрах Дэнди. БКБ, ульта Дэнди. Половину ХП снесли к Горцу. Половину ХП Афониджи. Но Афониджи с руки наваливает просто как дикий. Убили Разора. Дэнди на лоу ХП бежать отсюда. Но Гадэм не должен отпускать Дэнди. Нет. У Дэнди есть Хекс. Дэнди отсюда улетает. Ну и ТП нет для СФ. Надо бежать как можно быстрее. Вот она Фиссура. Пошла от Гадэма. Через секунду будет Даггер. Гадэм просто разобрался здесь с крипами за счет Эхо Слэма. Все. Дэнди оставили в живых. В итоге подрались 1 в 2 в пользу команды Хелл Рейзерс. Еще и Арт Стайл у нас на Медлэйне догнали. Как же они долбошат эти ХРы. 7500 Нави выигрывают по золоту. По Экспириенсу всего лишь 1500 в пользу НАТУ Свинцев. Но это Медуза. Ну не пойми вообще что с ней делать. У Афониджи появляется уже Талисман оф Эвейджен. Это и так. В принципе и так Медуза у нас не проседала по ХП должным образом. Теперь вообще непонятно что с ней делать. С руки ее не расковыряешь. Стоит Медуза далеко. Под Раскастый не попадает. Есть отличная перспектива для команды ХР. Вывести в топ по фарму у нас Медузу. И дальше она ни Сэфа, ни Разора не почувствует. У разора 1100. Хвосту срочно нужно комплектоваться. Я думаю даже в ХП не столько в рефрешер орб, сколько в хеллспойнты. Надо подумать о появлении Тараски или Керасы. Но выживаемость в хвосту нужна вот как воздух. Команда Нави мягкая, как ни крути. Здесь в принципе один Undying за всех не отковыряется. Кримзонгварда не хватает. Медуза очень быстро с ним справляется. А вот команде ХР надо играть на этом. Надо играть на том, что Нави у нас мягкие и могут проседать. Вообще в идеале им конечно у Дефа стоит играть. Не вываливаться куда-то вниз. Сейчас с другой стороны подняли голову ХР. Теперь они выигрывают по экспириенсу. Ну или будут сейчас выигрывать по голде. 6000 проигрывают. Но это 40 минута. Имейте совесть, такой вообще не считается. Пошли атаковать. Никого конечно не найдут. Хотя вот начертили такую вот полоску. Я так понимаю где-то засветились команда Нави? Или как? Или как? Или почему? Откуда у ХР в такое точное видение ситуации? Не знают где находится Нави. А может это скилл? Горец провязал ульту. Артстайл в панике поставил тамбу. Просто выложил здесь кирпичей. Эти кирпичи сложились чисто случайно в форму Томпстоуна. И что? И? Жалко что нельзя крупные планы брать. Показать лицо одного игрока, второго, третьего. И посмотреть как друг на друга ребята смотрят. Смешная ситуация. Томпстоун как стоял так и стоит. Класс. Идеально. Ну, перепугали Андаингу. Артстайл давным-давно не играл в профессиональную доту. Ну, совесть надо вообще иметь. Врубили ночь от Найт Сталкера. Горец поиздевался над ветераном доты. У Артстайла чуть... Вставная челюсть не выпала. И кардиостимулятор. Хвост на хайграунд. Опять еще одна попытка. Есть диффуза уже для разора. Вот так вот укрепился у нас хвост. У него 18 по дефу. Готов драться хвост. Ну что, хвост просто стоит и в соло пилит казарму. Барак один упал. Второй сейчас тоже будет падать. Афонин же. Дерется с Томпстоуном. Теперь дерется с хвостом. Фаник вытаскивает Дреда. Дреда надо до Гвардиан Энджел убивать. Затаскивает его в штатик Шторм. Дреда надо развалить до того, как он провязает ульту. Дред на лоу хп. Дред умирает. Стоунгейст от Афонин же. Хвост через статик лин. Кучу дэмэджа из Афонин же. Под Кримзон Гвардом команда Нави. Гадем сюда подошли все. Развалил у нас Санейка. На лоу хп в панике бежит отсюда Нави. Хвост тп аут. Арт стайл никуда не уходит. Гадем должен забирать его и Афонин же и все-все-все. И Гадем первый вообще. Какой дред там на шейкере. Вообще не слышал. Ой, как круто играет шейкер у нас. Как круто играет Гадем. Минус 3 делает команда Хелл Рейзерс. Потеряли они правда Дреда. Дред там по-моему байбэкнулся и проязал ульту. Да, но того стоило. Короче говоря 3 в 1 подрались. Нет, 3 в 2. Байбэкнулся еще здесь и Артес. Но. Но, но, но. В итоге сторону от Дефали. Милишный барак стоит. А значит сторона стоит. Как будто не было войны. Ну и теперь осталось с Нави зайти по Мидлейну. Попытаться развалить здесь казарму. Но так как они ответную реакцию получают от команды Хелл Рейзерс. В скором времени их ЭРы будут примерно тем же злоупотреблять. Постоянно ходить на хайграунд команды Натус Винсер. По золоту Нави тем не менее впереди на 8 тысяч. По экспириенсу они в ноль ушли. Потеряли все преимущество, которое было. Семи пятьсот. Вот постепенно вот такой кардиостимулятор Артстайла. И все в ноль уходит по ЭКСП. Роху забрали Хейеры. Дэнди готов разультиться в Афониджи. Статик шторм под ноги Афониджи. Стоунгейз провязала Медуза. Врезалась в Кинетик Филд. И Афониджи оказался бесполезен в данном файте. Один Санейка просел по ХП. Но Санейка еще хочет Фати файтиться. Готов. Врыв пошел на Артеса. Лассо в итоге у нас в никуда провязал Бэтрайдер. Сбили только Линкул на сквопе. А на Комоэгис. Кстати, ой, Дэнди у нас здесь разваливают. Вот на Комоэгис. На Афониджи. У Медузы уже есть Баттерфляй. У Медузы есть Скади. Есть Манта Стайл. Три важных слота для мейнкерри команды Хеллрейзер. Совсем чуть-чуть осталось, и Медуза станет неконтримой. Да, тут Тавра, конечно, спушили. Спушили также часть бараков. Нижнего лайна вообще уже в помине нет. Даже унитазы все расковыряли на топ-лейне. Стоит только милишный барак. Здесь нет Т3. Все это понятно. И вроде как Нави должны по КД заходить. Как нам писали. Но с другой стороны, если будет стоять Медуза из пулемета расстреливать команду Хэйр, ой, команду Нави, то куда там кто зайдет вообще? Афониджи пошел поформить лайны. По фарму Афониджи опережает уже СФа. Так должно быть. На 44-м минуте Медуза должна перефармливать всех абсолютно. Ну и вот только-только этот переломный момент случился. 44 минуты 10 секунд СФ отправляется на вторую позицию. У Дэнди доминатор. И очень надо СФу приобрести Сатаник. Вообще аж просится. Потому что по ХП СФ проседает. Как ни крути, вроде 2400-2350. А тем не менее, Медуза их практически не чувствует. И здесь Гвардиан Энджел, а то мне нравится, заходит просто великолепно. Медузу и так нелегко убить, благодаря ее мано-шилду. А когда там еще и Гвардиан Энджел, и Физуха вообще не проходит. Что ты будешь делать с этим... С этой Медузой? Тут Хвост попытался что-то сделать через Диффюжал Блейд. Что-то как-то Медузе не холодно, не жарко. Горец. У нас ночь на дворе. Побежал за Хвостом. Ульта пошла... От кого? Ульта пошла от Хвоста. Знает, что за ним выдвинулись. И бежит как можно быстрее отсюда Хвост. БКБ. И быстрее, быстрее бежать отсюда. Все, БКБ. ТП-аут. Хвост, наверное, правильно поступил. Айф Зе Шторм, наверное, был лишним. Но с другой стороны... Все хорошо, что хорошо кончается. Для Хвоста все нормально закончилось. 6000 Нави выигрывает по золоту. По ХП 6000 проигрывают. На Т2 ХР. А с Миллери вообще до ужаса. 25-23 они выигрывают по фрагам. 46-ая минута заканчивается. Хвост у нас без Eye of the Storm. Потому что провязал его в лесу для того, чтобы сделать ТП-аут. На кой пес, непонятно. У Андаинга. 1800 на руках. До сих пор не грейженный тапок для Арт Стайла. Хвоста поймали. Фиссура по нему. Хвоста могут развалить. Артес. Вытолкнули хвоста. Артес в итоге статик... Соник Вейв никуда. А Фониджи в статик Шторме стоит. Ну что, пошел Сонгейс от Медузы. По Санейка. Санейка на лоу ХП. Санейка должен здесь умирать. Соло Рип от Арт Стайла. Санейка живой. В итоге дальше файт. Гаддэм. Забирает у нас Бэтрайдера. Забирает также Санейка. Гвардиан Энджел. От Дреда. Дальше за хвостом. Бежит Афониджи. Просто бежит и бьет. Ну что, ХР это? Никого не потеряли. Заставили Бэтрайдера байбэкнуться. И все. И назад. И по золоту ХР уже в скором времени будут впереди. Ой, Нави просели. Ой, ХР вообще второе дыхание открыли. Для себя. И Плейт Мейл появляется на Квапу. Скоро появится здесь Шивас Гвард. У Горца уже есть Сэндж. Скоро появится. Я думаю, что скорее всего будет это... Алибарда, чтобы разбираться здесь с Дэнди. У Квапы мы видели что там. У Омнинайта видели еще и Перперсик. Для Дреда. Дред готовится выйти в Рефрешер Орб. Ну что, маны должно хватать в принципе. У Медузы 5400 на руках. Медуза 23,5. Нетворс. У Дэнди 21,5 тысяча. МКБ приобретает себе с СФ. Ну хоть как-то надо контрить Афониджа. Афониджа вообще не пробивной сейчас. Теперь хоть попадать будет СФ, и то неплохо. У Разора 2900 на руках. Хвост пока что без рефрешера. Зато с диффузами. Кому они были нужны, непонятно. Но есть диффуза на хвосте. Ни разу не был проюзан Пёрдж. Пурдж здесь никого не поймали. Никого не зацепили. Медуза теряет здесь Аэгис. И Нави можно попытаться давить. 19-й левел Разор и 22-й Медуза. Ульта пошла от Горца. Ждем Томпстоуну Тандайинга и ульту. Но Артстайл уже бывалый парень. Без паники. Напомню ещё раз. Или сообщу тем, кто только подключился. Это катка в формате Best of 3. Это последняя. Третья игра. Счёт 1-1. Хвоста отрезают. Что ты здесь делаешь? Хвост. Сразу же ТП-аут. Хвост на собственный фонтан. Улетел. Ой, как нелепо вообще. Гадема поймали здесь в Стадик Шторм. Под ноги Томпсон. Дэнди разваливает у нас Гадема. Шейкер больше не контрит. Шейкера нет в живых. Гвардиан Энджел должны переживать. Дэнди начинает здесь ультить. И ульт по четверым. ХП. Точнее, дэмэдж порезали всем. Горца. Фанник зажимает здесь в лассо. За Артесом. Афониджи. Благодаря Стоунгейсу. За Дэнди. Дэнди на лоу ХП. Дэнди пытается здесь подхилить. Не получается. В итоге выкидсик уже у Афониджи. По фанику. Блин, я сейчас с ума сойду просто. Что здесь происходит? Дредда должны забирать. Дредд на лоу ХП. Хвост, скорее всего, Дредда не отпустит. Минус 3 делает команда Натус Винцер. Потеряли только СФ. Хвост у нас ТП на базу. И сразу файт. 3900 есть уже у Разора. Продай этот никчемный Дефьюжи Алтблейд. И купи себе нормальный Рефрешер Уорп. Разор просто несчастный. Но я не видел таких ошибок от Хвоста тысячу лет. Наверное, это все-таки ошибка. Потому что пользы от Разора пока мало. Он просто ходит рядом с командой. И где-то что-то там благодаря Аганиму делает. Появляется Обливиан Стайв. В принципе, деньги на Персик имеются. Надо просто Курьера отправить. Ну и осталось еще 1400 нафармить до рецепта. Фаник тут блокаду устроил. Фарм для команды ХР уничтожает. Офониджи опять 5500 на руках. Демонедж. Для чего это Демонедж? А ну-ка. А ну-ка обрадуйте меня. Скажите, что это Демонедж для чего-то важного. Что сейчас на Рошана отправится у нас команда Хэлл Рейд. Заберет Роху. Продаст у нас свиток портала Медуза. И приобретет себе что-то очень важное. Искристое. С анимацией даже в этом билде. Хочется верить. Хочется. Это просто было бы ярко. Не то, чтобы это было супер полезно, но ярко. По-моему, ни у кого нет. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. У СФа нет Баттерфляй, поэтому никому МКБ здесь не нужен. Криты, разве что для Медузы. Вот что для Медузы. Ну, конечно. Медуза у нас не ждет. А Эггес. Афониджи приобретает себе Рапиру. Рошан появится вот-вот. Об этом команда Хэр не знает. Но их очень сильно обрадует данный тайминг на Рошана. У Афониджи появляется Медуза. И кто теперь здесь Хвост? А Хвост у нас приобретает Рефрешер Орб. Ну и смотрим, будет ли это переходящее красное знамя от команды Хэлл Рейзерс. На Афониджи пошел врыв. Под Репелом здесь Афониджи. Сняли Репел за счет диффузов. Афониджи начинает настреливать по всем. Стоунгейс Медуза провязала. Выходит из статик Шторма по Хвосту. Хвост на лоу ХП. Афониджи один килл. Второй килл за ним. Афониджи начинают пилить Арт Стайл по Афониджи. Афониджи разворачивается по Арт Стайлу. Минус два. Минус два в одном файте от команды Хэр. От Афониджи. Это гадлайк для мидера. Команды Хэл Рейзерс. И пошла жара в хату. Что теперь Нави делать? Их убивают их собственным оружием. Это не Хвост с Рапирой. Это Хвост с Рефрешером и Аганимом. Хвост с Диффузами. Да, сбивает Репел. Теперь я наконец-то понял. Просто Разор все время бегал у нас с Диффузами непроюзанными. Спрашивается на кой пес они были нужны. Медуза в итоге у нас забирает еще и Аэгис. Покупает себе ПТ. Сейчас прилетит. Фейсбуцы продаются. И Афониджи у нас мобильный. Быстрый. С Аэгисом почти неубиенный. Рапира у него есть. Скади есть. У вороты есть. ХП достаточно. Всего предостаточно. Что теперь делать? Не контрят, а Фониджи. Есть Диффуза. Сбивает Репел. И можно было бы как-то его законтрить. Как ты его законтришь, непонятно. Нави не реагирует вообще. Никакой обратки. Никакой алибарды от команды НАТО Свинсер не имеется. И в итоге просто стоит Медуза и стреляет. Вышел из статик Шторма, развернулся. И пулеметной очередью развалил всю команду НАТО Свинсер. Кого не развалил, просто до ужаса напугал. Минус две стороны для команды Нави. Они оставили ХР без флангов. Но тем не менее, здесь есть Медуза, которая с Рапирой уже, у которой скорость атаки достаточно высокая. Демеджа тоже тьма. Соответственно, дефать Медуза сможет. Выйти бы здесь на Афониджи, отобрать у него Рапиру. Немножко развеселить всех. А вот у Готца алибарда есть. И по-моему, СФ в файте выключали. СФ там в итоге ничего не сделал. ХР на Т2. Афониджи идет первым. Несмотря на то, что у него есть Рапира, ему в принципе плевать. Он просто идет бить товара. Дальше он будет бить стороны. И дальше команда НАТО Свинсер получает невероятнейшие проблемы. Игра переходит в самую лейт стадию, которую только может быть вообще. Еще и Ленка сверху на Медузы. И Репел сверху на Медузы. Еще что-нибудь провязайте на Медузы. И Пайп где-то или Кримзон Гвард. Все в Медузу. Афониджи начинает пилить у нас Т3. Команда НАТО Свинсер просто в панике. Не у хвоста Рапира. Рапира у какого-то неизвестного паренька в составе команды Хелл Рейзерс. Хвост без Рапира. И он прям у него глаза вообще горят. И Радуга изо рта, и Хвост ждет. Когда эта Рапира упадет, чтобы можно было выбросить что угодно вообще. Только забрать себе Рапиру. Афониджи отходит на Медлейн. Рапира, чтобы дефать хайграунд. Как, нормально вообще? Нормальный вариант. Очень нравится. Великолепно. Ну стоп, дефать тут еще одну Рапиру надо. Что это за деф с одной Рапирой? Ну что, 55-ая минута. 56-ая даже минута заканчивается. Давайте посмотрим, что у нас с портефактом. Я думаю, драки в ближайшее время не будет. У Афониджи мы видели. Есть Манта Стайл, Баттерфляй, Аэвскади, Бутс оф Тревел, Аэгис и Рапира. У Медузы по демаджу 500 с руки. У Артеса есть Линкен Сфера, есть Шивас Гвард, есть Пойн Бустер. Готовится выйти в Аганим. Квапа. У Омни Найта есть Аганим. Персик пока что Дредд себе на рефрешер не насобирал. Нави, Контр Пуш, решили пойти по Мидлейну. ТП сразу же сюда от Гад Дема. Здесь уже Афониджи, все готовы драться. Ну что, будут ли заходить? Медуза с хайграундом. Эхо Слем от Гад Дема. По троим Арт Стайл на лоу ХП. Афониджи, Стоунгейс не юзал просто под статик штормом. По хвосту, хвост, под БКБ бежать отсюда. Афониджи поднимают ветра и Нави все живы. На удивление, но живы все. Быстрее валить от этой Медузы. Она очень страшная. Очень-очень. Горец. В итоге за хвостом. Хвост, если один удар получит, то Афониджи умрет. Бион Гад Лайк у нас уже от Афониджи. Выкупается здесь Горец. И я думаю, что команда ХР готова заходить на хайграунд. У Медузы есть Аэггис. Скоро он пропадет, конечно, но ХП от этого меньше у Медузы не станет. Либо пропадет и похилит Афониджи, либо просто позволит фуловым стать Афониджи. Ну и что? Теперь Дэнди в соло против Медузы. Назад ее глимсует. Еще один удар по Фаннику. Фанник развалился. Гем выпадает из Фаника. Бион Гад Лайк для Медузы. Какая же дикая эта дрянь. Эта Медуза просто невывозимая. Медуза по нижнему лайну. Подпушить все стороны, чтобы просто зайти один раз. И все решилось моментально. 8900 на руках у Афониджи. 34 тысячи нетворст. На 11 переформили здесь СФ. Бедняга Дэнди. Как биться с этой страшной уродливой подругой? Вообще непонятно. Такая приставучая. И с этим Скади вообще от нее никак не уйти. Команда ХР готова уже. Готова кланам. Они уже тут сжали кулаки и готовы ехать. Афониджи. Аэгис пропадает. Все. Афониджи фуловый. Готов зайти на хэграунд. Нет. Аэгис пропал. Значит будем ждать следующего Рохо. Или это... Надеюсь это шутка. Стадик Шторм. Под ноги Артесу. Гвардиан Энджел. Пошел от Дреда. Санейка зацепили. Еще один удар. Санейка отправляется в таверну. Хвоста еще 3 секунды не будет. Анда Инга очень долго у нас не будет. Анда Инга нет вайбэк. Артсайл в таверне будет еще 30 секунд. Глимцует назад Афониджи. Не закрывают его в... Не закрывают его в барьер. Ну и что? И хвост на лоу хэпэй. Афониджи бежит за ним. И Стоунгейс провязали. Хвоста выталкивают. Хвост не должен здесь умирать. Умирает здесь Санейка. Дэнди разультился. Афониджи фуловый. У него 10 100... 10 600 точнее. Если Афониджи умрет и потеряет рапиру, он байбэкнется и купит себе еще одну. А потом еще одну. А потом еще одну. У Нави вообще настолько незавидное положение, что просто жесть. Тут надо что-то выдумывать невероятное просто. Статик линк тоже не провязать у нас. Всегда висит... Висит всегда линка у нас на Афониджи. Фаник не знает, в кого провязать лассо. Да и не в кого вообще. Хвост погнал у нас всю команду ХР. Будут ли разворачиваться в горца. Впивается здесь хвост. Гадем. Ульта под четверым. Артес разультился во всю команду Нави. И Афониджи начинает с пулемета расстреливать всех Нави. Минус 3 делает Афониджи. Артстайл тоже у нас недолго живет. Будет ли ультра килл? Это для Афониджи убивают. Еще и Артстайла. Минус 5. Со стороны команды Хелл Рейзерс. Байбэк от хвоста. Разор на что-то здесь способен. Ну с Дэнди уже можно бороться. Команда ХР готова в свой последний пуш. Неужели они накажут этих Нави? Тех наглых ребят, которые на ранних лвлах так сильно их гнобили. ХР против Нави. Афониджи против Дэнди. Афониджи вообще против всей команды. Вторая рапира для Медузы. Где она? Она в курьере. Летит сюда вторая рапира. Афониджи просто стоит и пилит трон. Ему вообще срать на все. Есть у него репел. Под стать их штормом. Не под стать их штормом. Дэнди в таверну. Рапира уже наверное не нужна. Хвост в соло еще ковыряется против Гадема. Рефрешер орб. Еще один ульт от Дэнди. Ой вот шторма. Блин от хвоста. Все. Игра окончена. Команда Хелл Рейзерс. Выигрывает этот файт. Дичайший вообще. Бест оф три. Дичайшая нагрузка для моего горла. Здесь еще дождь от шторма. Но это не дождь. Это слезы. Не от шторма. А Эвзу Шторм. И слезы хвоста капает у нас в левой нижней части экрана. Две рапиры на Медузе. 17-4 для Афониджи. Всего предостаточно. ГПМ 730. Афониджи наказал команду Натус Винсер. Ты не контришь Медузу. Медуза контрит тебя. Не почувствовали вообще в итоге ХРМ. Навей в лейте. Ну и так должно было быть. Так должно было быть. Разор с СФом в лейте это не Медуза. Это надо было понимать. И Умни Найт с двумя репелами. Это проблема дичайшая. Медузу нечем было контрить. Надо было об этом заботиться раньше. Теперь в итоге у нас ХРМ отправляется на лан-финал. А Нави заканчивают играть в данном турнире. СНГ Дивизион выигрывает команда Хелл Рейзерс. Поздравляем Дреда. Поздравляем Гадема. На Шейкере это было безупречно. 30 ассистов. Ну что. Это сложнейший был день. Спасибо всем огромное. Что целый день были со мной. Были с нами. Со студией Игрокам ТВ. Со мной. Кастером. Ну и огромное спасибо. Если нажмете follow на нашем Твиче. Ну и зайдете в группу ВКонтакте. Там подпишитесь. Все. Спасибо большое. Уже никаких сил нет. День был тяжелейшим. Длинным. Но очень и очень интересным. Побольше нам таких дней в Доте. Вам поменьше. Скучных матчей. Услышимся уже завтра. Меньше играйте в Доту. Больше читайте книг. До скорой встречи. Продолжение следует.